В рубрике «Наши наследия» сегодня мы расскажем вам о Сентинском храме, расположенный на левом берегу реки Тиберды, на Сентинской горе, напротив аула Нижняя Тиберда. Он был построен Алланами в X веке и считается одним из ранних христианских памятников в стране. Подробнее о нем расскажет шерифат Лепшокова. Сентинский храм расположен в одном из живописнейших мест республики. Окруженный лесистыми горами и чистейшей рекой он сразу же притягивает внимание. Редчайший память николандской архитектуры относительно неплохо сохранился. Эти каменные стены помнят торжественное открытие в 1965 году. Тогда новый храм почтили своим вниманием сановные византийские чиновники. До сих пор остается загадкой, как им зимой удалось преодолеть столь непростой путь через горные перевалы. Сентинский храм расположен здесь, на высоком утесе горного хребта, можно по праву назвать одним из знаковых в республике. Расположенный на пути каравана Великого Шелкового пути, он являлся своего рода и проводником политических и экономических интересов древних Алан. 1965 год, в принципе, знаменателен и тем, что в это время пал Хазарский Каганат, правители которого препятствовали распространению христианства в Алане. И после падения Хазарского Каганата, христианство начинает распространяться, конечно, более интенсивно в Аландском государстве, которое с этого момента фактически становится самостоятельным и самостоятельным игроком, в том числе на внешнеполитической арене. Интерес Византии к Алании рос. Начинается масштабное храмовое строительство, в том числе Сентинского храма, получившего свое название благодаря расположенному внизу одноименному аулу, где и спустя тысячелетия проживают потомки Алан. Нижнюю Тиберду по сей день в Карачае называют Сенты. Примечательна и гора, где расположен храм. Еще в конце XIX века учеными там были найдены пещеры с древними погребениями. А через сто лет на этой же горе была обнаружена уникальная находка – каменный ящик с серебряными украшениями, датированными V веком. Это вдвойне удивительно, потому что задолго до ученых здесь побывали черные копатели, и многое было разграблено еще в период нашествия Тамерлана. Археологам все же удалось найти более ста драгоценных находок. Сохранились в храме и уникальные фрески с библейскими сюжетами. Изображения с трудом просматриваются, но все же их можно разглядеть. Примечателен и расположенный рядом небольшой мавсалей, аналога которому нет на Северном Кавказе. Здесь по традиции хоронили влиятельных сановников. Сохранился и уникальный колодец с водостоком для дождевой воды. Советскими учеными было обнаружено и помещение, где гасили известь и замешивали раствор для строительства храма. После входа в храм с правой стороны, допустим, там было обнаружено захоронение женщины в довольно богато украшенном гробу. В смысле, ну, разграблено оно было довольно давно, до обнаружения. Ну и, в принципе, да, конечно, сейчас сам храм, он, в общем-то, находится в, можно сказать, довольно плачевном состоянии в плане своей архитектуры. Но, с другой стороны, с исторической точки зрения, он представляет большую ценность тем, что он, по крайней мере, из всех, повторяюсь, более-менее сохранившихся пяти средневековых храмов, находится, ну, в более, наиболее приближенном к оригиналу состоянии. В XIX веке храмы его окрестности пережили еще один исторический виток. Царское правительство стремилось ассимилировать коренные народы Кавказа. Появлялись идеи, что было бы неплохо, если горцы вернутся к религии своих предков. И многие храмы, отчасти при поддержке государства, становились действующими. Так, на территории памятника аландской культуры возник женский монастырь, действовавший вплоть до первых революционных лет. Позже на его месте расположился интернат. Какое-то время была база учительского института. Сейчас же это уникальное место, доступно всем, кто хочет прикоснуться к древней истории Кавказа и насладиться необычайной природой. Шерифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район.